Вторая лекция будет посуществлена трансуртральной резекцией мочевого пузыря. С целью экономии времени я буду стараться останавливаться только на тех вопросах, которые были еще не освещены. План доклада будет состоять в освещении короткой актуальности предоперационного обследования оборудования, стандартной техники, послеоперационный период и осложнений. Актуальность проблемы составляет в том, что рак мочевого пузыря является проблемой преимущественно пожилого возраста, встречая 89% больных старше 55 лет. Но главная проблема рака мочевого пузыря не в этом, а в том, что стоимость медицинских расходов является наиболее дорогим раком от момента установки диагноза до летального исхода. И основная актуальность проблемы как раз связана даже не с обеспечением качества жизни больных, а в снижении медико-экономических расходов. То есть стратификация пациентов, кому из пациентов нужно делать трансуртральной резекции, как часто их потом надо наблюдать, кому из пациентов делать цистектомии, к чему это приводит и так далее. Коротко, стадирование. Т-ин-ситу – это когда имеется плоский рак, ТА – это когда образование уже… То есть рак ин-ситу, он невидим глазом, он невидим в белом свете, именно для этого нам нужна фотодинамическая цистоскопия. Если, скажем так, нет оборудования этого в клинике или недоступен препарат, то диагностировать рак ин-ситу путем рандомной биопсии практически бесполезно. Это приводит к тому, что эти пациенты быстро уходят в сторону тех больных, кому показана цистектомия. Образование, которое мы видим глазом ТА и Т1, отличается по степени распространения в подслизистый слой. Если пациент имеет стадию ТА, то опухоль не распространяется на подслизистый слой. А, скажем так, Т1, она распространяется на подслизистый слой. Только другое дело, что при современном оборудовании эта степень распространения может быть весьма разной. О чем я сейчас говорю? О подразделении стадии Т1 на ПТ1А, ПТ1Б и ПТ1С. Данная работа не нова, у нее уже больше 20 лет. Но актуальность она получила только с разработкой методики единого блока, когда качественное гистологическое заключение позволяет оценить распространенность опухоль за так называемую собственную пластинку подслизистого слоя. И крайне важно дифференцировать вот эту подгруппу, то есть ПТ1С. И в некоторых клиниках, когда получают вот такое гистологическое заключение, этих пациентов рассматривают как группу высокого риска. Стадия Т2, когда имеется распространение на мышечный слой. Он подразделяется на поверхностный, на глубокий. Вы все это знаете. И стадия Т3, когда имеется распространение на паравизикальную клетчатку. Это просто чтобы вспомнить. Те моменты, которые важны. Надо понимать, что классическая классификация по степени дифференцировки в последнее время приобрела некоторые изменения. Ну как в последнее, уже больше 10 лет реально. Если раньше были доброкачественные образования папилломы и дальше рак. G1, G2, G3. Соответственно, высоко дифференцированный рак, низко дифференцированный рак. Традиционная ошибка переводчиков, что переводят наоборот. Потому что если переводить дословно, то как раз возникает все наоборот. В классификации ВОЗ 2004 года было выделено пиллярные опухоли с низким злокачественным потенциалом. Это часть опухолей, которые раньше относились к G1. А дальше высоко дифференцированный рак, low grade. И низко дифференцированный high grade. Теперь каковы риски прогрессии. Ну все вы знаете, там калькуляторы рака многочисленные и так далее. Это все очень популярно и так далее. Но если говорить о практическом здравоохранении, низкий риск. Одиночная первичная опухоль TAG1 диаметр до 3 см. Это примерно 50% больных. Промежуточный риск. Множественные рецидивные TAG1, G1, G2 35% больных. И высокий риск. Это выявление рака инситу. Опять же, нет у вас фотодинамической диагностики. Рак инситу вы никогда не выявите. G3, независимо от того, это TA или T1, это примерно 15% больных. Адювантное лечение. Низкий риск. Однократное введение химиопрепаратов в течение 6 часов после операции. Кто-то говорит 24, кто-то 2 часа. На самом деле, главное, чтобы в течение первых суток после операции. Промежуточный риск. После операционного введения. Индукционный курс внутрипузырной химиотерапии и поддерживающий курс. И высокий риск. Это после операционного введения. Индукционный курс BCG и поддерживающий курс BCG. И лечение пациента является на самом деле мультидисциплинарным. Не только уролог-хирург, но еще онколог и морфолог. К сожалению, по нынешней жизни реально работает один уролог. Потому что, я не знаю, может быть, какие-то есть случаи, у кого, так сказать, но ни один пациент, которого направляют в онкодиспансер, мало что там проводится. Поэтому в данном случае хорошо, когда есть вот такой контакт. В нашей больнице он есть, потому что у нас есть онкоконсилиум, у нас есть онкологи. И в нашей больнице проводится и химиотерапия, и отделение морфологии позволяет дать достаточный ответ. Поэтому вот такое вот взаимодействие является ключевым. Обследование пациента очень кратко. Можете просто сфотографировать. Здесь, в общем, все примерно понятно, на что надо уделять внимание. Лабораторное обследование. Также, в общем, некие стандартные вещи, которые написаны в руководствах. Был вопрос по поводу цитологического анализа мочи. На самом деле, все просто. Если в клинике, в лаборатории работает цитолог, то исследование делается. Если врача-цитолога нет, то оно не делается. Все просто. Что касается опухолевых маркеров. Они есть, но они, другое дело, что они не специфичны. Однако в последнее время многие частные лаборатории присылают нам пациентов с наличием положительных онкомаркеров и без наличия опухолей по данным предоперационного обследования. Таким больным мы используем фотодинамическую диагностику. Это небольшой процент, это 2-3 больных в год, но эта цифра носит постоянный характер. По всей видимости, она будет увеличиваться. Инструментальное обследование. Ну, понятно, что ультразвуковое исследование позволяет оценить. Доплерография оценить кровоток в образовании. Экскреторная урография постепенно уходит на свое, так сказать, в прошлое, потому что в большинстве случаев выполняется мультиспиральная компьютерная томография, поскольку в основном показанием к экскреторной урографии является наличие оценки подозрений на опухоль верхних мочевых путей, а компьютерная томография гораздо лучше в этом отношении. И вот здесь показано, что компьютерная томография все чаще видим у пациентов с пленками или с дисками после этих исследований. Магнитно-резонансная томография. Показания к выполнению этого исследования у нас в клинике одно. Наличие большой попилярной опухоли и утолщение мышечной стенки с целью того, чтобы мы знали на дооперационном этапе, инвазивная это или неинвазивная опухоль. Это бывает очень важно, потому что иногда нам кажется, что опухоль резектабельна, ее можно удалить, а выполненное магнитно-резонансное исследование свидетельствует о том, что наше вмешательство будет носить исключительно диагностический характер. Хорошо, когда в клинике есть система фиброцистоскопии с портативным экраном, можно выполнить обследование. Опять же, рутинно мы его не используем, но иногда очень помогает. Это очень эффективно и цисоскопия является золотым стандартом диагностики. Здесь показано выполнение холодной биопсии. Данный метод лечения является наиболее лечебным и выполняется под местной анестезией в онкодиспансерах. Это недопустимо. Есть такой метод, по-английски он называется office fulguration. Это когда образование берется на биопсию, поскольку нужна гистологическая верификация, а дальше с помощью пуговчатого электрода происходит прижигание. Так делают урологи в Америке с целью максимального извлечения денег из пациентов. Это неправильно. Так делают и наши онкологи. Так делаем иногда мы все. Это цистоскопическая схема мочевого пузыря. Она нужна для того, чтобы данные, полученные в другой клинике, были воспроизводимыми, если пациент обратится в другую клинику. Потому что часто так бывает, что мы видим пациентов, оперированных у нас, и они приезжают в какие-то другие клиники, или наоборот, бывает полезно. Эта схема доступна в интернете, она воспроизводима, подобно как карте при биопсии предстательной железы, если хотите. Не буду останавливаться. Все это мы уже разобрали, чтобы экономить время и электробезопасность. Тоже, в общем-то, все это известно. Телескопы. Встроенная система фиброоптики Хопкинс 2. Высокая контрастность разрешения. Отличная глубина поля зрения. Все это имеет большее значение при проведении трансуратуральной резекции мочевого пузыря, чем при трансуратуральной резекции предстательной железы. Поскольку в мочевом пузыре опасность перфорации гораздо выше, чем при проведении трансуратуральной резекции предстательной железы. Различные углы. Это то, о чем говорил Алексей Георгиевич. Он использует в основном 12-градусную оптику. Стандартное использование 30-градусной. Можно использовать 70. И ретроградная оптика. Это 120 градусов. Эти данные взяты с сайта Carl Storz. Они все есть в каталогах. Тут все просто. Фотодинамический телескоп. Если вы хотите приобрести фотодинамическое оборудование, то оптика нужна отдельно. И она доступна тоже с разными углами зрения. Пассивный рабочий элемент. Здесь представлен. И активный рабочий элемент. Вся разница в том, как осуществляется движение. Профессор все это уже рассказал и показал подробно. Наружный тубус с ротационным внутренним тубусом. И системой постоянной ирригации. Также данные все есть. Как работает система постоянного орошения? Приток осуществляется по внутреннему тубусу. Отток через расстояние между наружным тубусом и внутренним тубусом. Иногда так бывает. Чаще при трансрутеральной резекции предстательной железы. Что попадает в кусочек ткани и нарушается отток. За этим нужно следить. Это помимо того, что один из признаков перфорации брюшной полости. Когда внутрь идет, а оттуда не выходит. Нужно проверить обязательно, не попала ли сюда ткань. Петли и коагуляционные электроды. Также есть различные. Для трансрутеральной резекции мочевого пузыря. Это имеет существенное значение. Раньше до появления клюшкообразного электрода были вот такие доступные петли для резекции мочевого пузыря единым блоком. Генератор. Опять же, когда задавались вопросы, что касается аутокона, то здесь все просто. Здесь режимы интуитивно понятен. И на самом деле проблема выбора, его никакого нет. Другое дело, что если у вас другой источник энергии. Три режима. Топ-кат, пауэркат и сикат. Три режима коагуляции. Система контроля пассивного электрода. То есть все это делает нашу операцию гораздо более легкой. Информированное согласие. Здесь уже все на самом деле есть. Единственное, что момент какой. Мы всегда предупреждаем о необходимости дренирования верхних мочевых путей после операции. Мы не знаем, где будет образование, как оно. И очень печально, когда, например, пациент, как правило, больше всего проблем возникает именно с пациентками относительно молодого возраста, так между 40 и 60, когда они пришли провериться по поводу цистита, а проснулись с двухсторонними пункционными нефростомами. Это их пугает. Поэтому иногда стоит предупредить об этом. Техника. Спинальная или внутривенная анестезия. Использование миорелаксантов короткого действия. Бимануальное исследование бывает необходимым. Цистоскопия с использованием 30 и 70 градусной оптики или фиброцистоскопия. Иногда, не всегда. Мы рутинно не делаем забор мочи для цитоологического исследования. Используем видеокамеру. Используем резектоскоп с постоянным промыванием. Производим резекцию всех видимых опухолей без использования вапоризации. Производим биопсию не всегда по показаниям основания опухоли. Производим биопсию из неизмененной слизистой и простатического отдела уретры только при подозрении на мышечно-инвазивный рак или когда есть признаки, скажем так, гиперемия слизистой какая-то необъяснимая. И однократная инстилляция химиопрепарата. Использование видеокамеры позволяет проводить профилактику инфекционно-воспалительных осложнений, что также важно для безопасности хирурга, когда вы оперируете пациентов с наличием гепатита. Производится осмотр мочевого пузыря под увеличением. И также профилактика обострения остеохондроза шейного и поясничного отделов позвоночника у хирурга. Ирригационная система, как задавали уже этот вопрос, 60 см над столом, возможность изменять наполнение мочевого пузыря, поддержание хорошей эндоскопической картины. Вот для всего этого нужна ирригационная качественная система. Это Алексей Георгиевич оперирует в Манхайме, клинику профессора Мишеля. Гели-любриканты, о том, о чем говорил Алексей Георгиевич. Инстилля гель, катет-жель, стоимость относительно небольшая, профилактика травмы и электроповреждения, профилактика инфекционно-воспалительных осложнений. Производится инстилляция в уретру до введения инструмента, смазка инструмента и смазка катетера. Это, так сказать, картинки иллюстрируют необходимость использования. Это травма уретры, а это поражение простатического отдела уретры. Бимануальное исследование. Когда оно нужно? Когда имеется большая опухоль для косвенного получения данных о инвазивности образования и для того, что если вы будете после пальпировать, чтобы у вас было с чем сравнивать по своим ощущениям. Если вдруг во время операции будут какие-то проблемы, связанные, например, с вне или внутри брюшинной перфорацией мочевого пузыря. Как делать цистоскопию? Как улучшить ее качество? Не торопиться. Профессор показывал, как делать систематический осмотр. Движение от верхушки к шейке. Осмотр при наполненном и припустом. И надавливание рукой на переднюю брюшную стенку для осмотра передней стенки мочевого пузыря в области шейки. И панорамный осмотр. Дальше несколько слайдов, будто и иллюстрации всего этого. Это осмотр 30-ти градусной оптики. Видите ситуацию? Аденома и в кармане между передней стенкой находится образование. При использовании 30-ти градусной оптики мы никогда не найдем это образование. При 70-ти градусной может быть, но не всегда. И если использовать ретроградную оптику, то мы можем это увидеть. В современном варианте фиброцистоскоп иногда заменяет. Ригидность стенки. Она важна для определения эндоскопических признаков инвазивного характера опухоли мочевого пузыря. Приблизьте инструмент к стенке и усильте ирригацию. Если нет инфильтрации, стенка будет поддаваться. Если есть инфильтрация, стенка будет ригидная. Следующий критерий – это осмотр опухоли, которая кажется инфильтративной при различном наполнении. Наполните мочевой пузырь и опражните его. При наличии продолженного роста данная стенка будет подпаяна. Целующиеся опухоли. Очень известная ситуация. И я хотел спросить профессора о том, что он включил режим фотодинамики рядом с правым устьем, чтобы посмотреть, нет ли там каких-то образований. Очень часто бывает и часто пропускается, что по одной стенке есть опухоль, а на второй, напрямую, противоположно она пропускается. Это так называемые целующиеся опухоли. Базовая техника была показана профессором. Не была проведена резекция, но частичные элементы все равно так или иначе были. Основное отличие – это срезы параллельной стенки мочевого пузыря. Как я уже говорил, опасность электроповреждения стенки мочевого пузыря при трансуратуральной резекции гораздо выше. Здесь представлен антиградный срез. Ну, задавался вопрос уже о том, к чему приводит антиградный срез. Он приводит к тому, что вот срезов в таком направлении, дальше произойдет перфорация стенки за этим образованием. Но иногда, не всегда. Бывает так, что вы видите одиночную опухоль, располагающуюся в удобном месте, и иногда это применимо, но не всегда. Удаление основания опухоли. Классически раздельная биопсия экзофитной части и основания. Удаление латеральных краев. Всегда удалив основной массив, если рядом нет устья, если ситуация это позволяет, срежьте еще дополнительно края, чтобы избежать, скажем так, оставления какой-то рецидива и получить потом рецидив в месте резекции. Важно понимать, что при классической трансуратуральной резекции мы не получим положительного или отрицательного хирургического края. Морфолог нам просто не может это сказать, потому что он не знает, откуда взят конкретный фрагмент. В случае операции единым блоком это возможно. Представлена схема, как производить стандартную трансуратуральную резекцию. Надо сначала оценить примерно диаметр резецируемой части, после чего удалить в идеале за один разрез экзофитную часть, после чего произвести удаление основания опухоли и удаление латеральных краев. Это, так сказать, схема обычная, классическая, традиционная. Коагуляционный гемостаз. Если мы будем коагулировать экзофитную часть опухоли монополярным электродом, то есть петлей, мы получим ее термоповреждение. И морфолог нам напишет, что тот результат, который мы отправили на гистологическое исследование, к сожалению, не позволяет дать заключение. Если он не верит больному, говорит, у тебя нет рака, больной приходит к вам, заканчивается все ранней повторной цистоскопией, биопсией, если вы все удалили, то больной, имеющий онкологическое заболевание, пусть даже и низкого риска, он не будет наблюдаться у онколога, он не будет получать лечение, и скорее всего он выпадет так или иначе из наблюдения. Поэтому коагуляционный гемостаз самой опухоли крайне нежелательный. Вот уже другое дело, что когда опухоль удалена и основание, то целесообразна точечная коагуляция сосудов. Вот и динамический турмочевого пузыря. То, что мы говорили. Две проблемы этого метода. Во-первых, метод известен очень давно. Скажем так, это золотой стандарт диагностики рака ин ситу. Европейские клиники самым широким образом делают этот метод. Ограничений два. Первое, это цена препарата, потому что, скажем так, сам препарат стоит довольно, весьма существенно. Но, с другой стороны, выполненная фотодинамическая диагностика позволяет потом снизить количество контрольных цистоскопий путем правильного определения группы риска. Именно это служит для европейских страховых компаний и для пациентов основанием для того, чтобы использовать этот метод. Предварительно вводятся препараты 5-аминолевуленовой кислоты, которые селективно накапливаются в опухолевых клетках. При освещении специальным светом происходит их свечение в результате флюоресценции и возникает вот такие красные пятна. Когда есть опухоль, которая видна в белом свете, это не так важно, как вы уже видели. В общем-то, понятно, где срезать. Но вот рак ин ситу мы, к сожалению, не можем выявить. И для этого нам нужна фотодинамическая диагностика. За полтора-два часа до операции производится введение препарата. Препарат хранится в холодильнике. В общем-то, раньше у нас были проблемы с тем, где нам взять этот препарат. Потому что, к сожалению, сама компания Неопик не продавала этот препарат. Иногда его нельзя было найти. То есть у нас есть пациент, а найти нельзя. Сейчас ситуация изменилась. Сейчас он есть в аптечной сети. И один из частых вопросов, которые мне задают после лекции, скажите, дайте контакты, где взять препарат. Я с собой взял координаты, где взять препарат. Чтобы, так сказать, я после лекции, желающий, я всем раздам координаты, потому что, так сказать, сейчас есть такая возможность. Производится, опять же, резекция по всем признакам стандартной резекции, неизмененной стенки мочевого пузыря. При резекции под фотодинамическим контролем есть некая задержка мочеиспускания. Она идет на то, имеет исключительно технологический характер, но это не является препятствием для проведения резекции. То, что показывал Алексей Георгиевич и то, что есть у нас в зале, я видел вот там вот у стены, вы можете, это технология компании «Карл Шторц», она вот есть в зале, вот там вы можете тоже взять эти проспекты. Это специальный электрод. Раньше назывался он как клюшка для гольфа, сейчас называется сандвич. То есть, как бы вот напоминает движение, как будто клюшкой для гольфа бьется мячик по песку, и раневая поверхность носит вот такой характер. Отсюда это название. На самом деле, при наличии в клинике, например, тульевого лазера, у нас в стране только считанные клиники, наверное, вот клиника Георгова Ружановича тоже нет, тульевого лазера нет у них. Но, в общем и целом, лазером, или гольмевым, или тульевым, можно очень комфортно производить резекцию единым блоком. Сейчас, тогда секундочку остановлюсь на несколько слов еще про единый блок. В чем плюсы? С точки зрения пациента самого никаких плюсов нет. Есть плюс только один. С точки зрения морфолога. Морфологу очень удобно смотреть морфологический препарат, удаленный единым блоком. Заключение хорошее. Мы попросили трех патолога-анатомов произвести осмотр и дали им заполнить анкеты, каково качество. Качество морфологических препаратов после удаленных единым блоком совершенно значимо отличалось от качества гистологии, полученной при трансуретральной резекции. И второй момент, который важен для онколога. Для наших онкологов, к сожалению, это не важно. Но для онкологов важно, потому что при нарезании опухоли нарушается онкологический принцип. Резицируется образование. При удалении единым блоком все это производится единым блоком. Почему важен размер? Потому что опухоли большего размера мы, к сожалению, не можем безопасно эвакуировать из мочевого пузыря. И их приходится разрезать в полости мочевого пузыря. Для этого есть несколько разных приспособлений. Это тема для отдельной лекции, но так или иначе. Ограничение 2 см. При больших размерах просто есть сложности с удалением самой опухоли из мочевого пузыря. Биполярный тур мочевого пузыря. Одинаковая эффективность, меньшие размеры петель, тоньше срезы, что важно для мочевого пузыря. Снижен риск стимуляции запирательного нерва, меньше кровопотеря. Возможность применения у пациентов с кардиостимулятором и металлопротезами – это самое важное. И, скажем так, меньше электроповреждения гистологического материала. Онкологических преимуществ каких-либо нет. Есть преимущества в гистологии. Это не наша гистология, это взято из корейского журнала «Урология». Нестандартные клинические ситуации. Опухоль на передней стенке, верхушка. Что делать при стимуляции запирательного нерва? Опухоль в области устья. Сочетание опухоли в области шейки мочевого пузыря. И большая опухоль, и опухоль в дивертикуле. Это все моменты, которые предстоит обсудить. Сейчас я посмотрю по времени, у меня нормально все со временем. Опухоль на передней стенке мочевого пузыря. Для того, чтобы дотянуться до опухоли, располагающейся на передней стенке мочевого пузыря, нужно опражнить чуть-чуть мочевой пузырь и попросить или самому надавить на переднюю стенку, или попросить сделать это ассистента, который помоется. Каковы технические особенности операции? Трудности диагностики. Необходим ли фиброцистоскоп или осмотр с помощью 70- или 120-градусной оптики? Опухоли нередко могут скрываться за пузырьком воздуха. Для удаления опухоли необходима дополнительная компрессия передней стенки. Наполнение на половину или на две трети мочевого пузыря. Контроль гемостаза должен быть более тщательным, так как усиление ирригации делает опухоль недоступной для резиктоскопа. Обычно это ситуация у мужчин, конечно. И в таких ситуациях целесообразно попросить анестезиолога или самому наклонить головной конец стола. Пузырек мигрирует, кишечник уходит вверх, и это является профилактикой травмы кишки, даже если вы произведете перфорацию. Опухоль в области верхушки. Опухоль скрывается за пузырьком. Всегда это проблема, всегда это некий риск и так далее. Стимуляция запирательного нерва. Локализация по боковой стенке. Что, собственно говоря, представляет из себя стимуляцией запирательного нерва? Это сокращение приводящей мышцы бедра, в результате чего возникает внебрюшинная перфорация мочевого пузыря. Профилактика. Меорелаксанты короткого действия, биполярный резектоскоп или лазерная резекция. Чаще отмечается у пожилых женщин с тонкой стенкой мочевого пузыря. Не нужно переполнять мочевой пузырь. Ряд авторов, особенно это в Америке, где все считается, просто используют проводниковую анестезию запирательного нерва в области запирательного отверстия, аналогично новокаиновым блокадам и так далее. И избегать продленных срезов и применения высокой энергии. Опухоль в области устья. То, что мы видели. Надо катетеризировать, не надо катетеризировать. В каких случаях надо катетеризировать и что с этим делать? Во-первых, меры профилактики. Это полноценное предоперационное обследование. Иногда целесообразно закатетеризировать до начала. При отсутствии визуализации устья пробы с индигокармином, учитывая популярность вопроса во время первой лекции, мы провели небольшой поиск в интернете, выяснилось, что 10 ампул за 7,5 тысяч рублей. Попытка уротероскопии миниуротероскопом. Иногда при безуспешности попыток резекции при минимальном режиме подачи энергии и максимально щадящей точечной коагуляции в проекции локализации устья. И при визуализации устья закатетеризировать устья или поставить стенд. Это то исследование, о котором упоминал Алексей Георгиевич. Оно было проведено израильскими коллегами, опубликовано в журнале «Урология». Собственно говоря, это анализ опыта повреждений тех ситуаций, во время которых устья были повреждены во время трансуратуральной резекции. И каковы выводы были сделаны, что рутинная установка стента не показана, что показан визуальный осмотр мочеточника и нужно обращать внимание на контроль верхних мочевых путей при контрольных обследованиях. То есть выполнить ультразвуковое исследование при выписке и при контрольном обследовании через 3 месяца сделать экскреторную урографию или некий аналог. Опухоль в области шейки мочевого пузыря. Одномоментная трансуратуральная резекция мочевого пузыря и предстоятельной железы возможно. Биопсия простатического отдела уретры на 5-7 часах условного циферблата в области семенного бугорка. Недостаток затруднительно вводить химиопрепарат после операции. То есть не то, что затруднительно, а не очень возможно. Большая опухоль. Очень часто в нашу клинику приезжают пациенты из других городов, имеющие большие экзофитные опухоли мочевого пузыря. 9-7 см. По данным проведенного им обследования в региональных клиниках, у них нет инвазии в мышечный слой. То есть, собственно говоря, на цистоктомию их никто не берет. Но удаление опухоли мочевого пузыря размером 9 см – это серьезно. Это некий весьма серьезный риск и вызов для хирурга. И надо всегда взвешивать возможно и невозможно и быть готовым ко всему. Во-первых, что делать в таких ситуациях? Возможно, этапное лечение, раздельное исследование гистологического материала, применение методики слоеного пирога, что нежелательно при небольшой опухоли, при большой, когда полно гистологического материала. Это возможно и применимо. Важно, чтобы вы знали, где вы находитесь, что у вас нет перфорации, что вы все контролируете и так далее. Тщательный гемостаз. Серьезное предоперационное обследование. Наличие большой опухоли не должно быть случайной находкой. Для вас это важно. При выявлении такой опухоли размерами более 3 см желательно выполнить МРТ для предоперационной оценки необходимости радикальной трансуртральной резекции мочевого пузыря. И у таких больных при очень больших опухолях иногда возможно выполнение отсроченной цистектомии в связи с кровотечениями. То есть вы готовите пациента на тур, но берете у него согласие о том, что если что-то не так, то операция перейдет в цистектомию. И желательно при этом быть готовым к этому. И клиника должна быть готова к этому и в техническом, и временном, и в людском отношении. Опухоль в дивертикулы. Важно понимать размеры опухоли, важно понимать размеры дивертикула. Нужно оценить диаметр шейки, локализацию дивертикула и понять причину инфравизикальной обструкции. Это тоже весьма необычная ситуация. Не скажу, что редкое бывает. Очень важно понимать, что с точки зрения патологоанатома в стенке дивертикула нет детрузера. Поэтому там опухоль ПТ1 является опухолю ПТ3. И поэтому всегда встает вопрос, если локализация дивертикула позволяет выполнить, например, лапароскопическую или открытую резекцию, не проще ли это сделать при отсутствии карциномы инситу, при отсутствии других рисков, при отсутствии, так сказать, емкости мочевого пузыря. Потому что в данной ситуации риск перфорации велик. Потом ирригацию проводить весьма и весьма сложно. Если локализация дивертикула такая, что, возможно, открытая или лапароскопическая резекция, об этом всегда стоит подумать, если опухоль большая. Ну, это то, о чем я, собственно, говорил. Что трудности резекции в связи с невысокими ирригационными возможностями, риск перфорации, отсутствие детрузера, лучше холодную биопсию. Если вы увидели опухоль, возьмите холодную биопсию сначала, потому что потом неизвестно, что вы оттуда получите в итоге. И при повышенном риске перфорации возможная оправданная электровапоризация, если соматический статус пациента отягощен. И, скажем так, переход на открытую резекцию для него будет фатальным или сопряжен с определенными сложностями. Биопсия задней уретры. Кому? Опухоль треугольной клеитой шейки мочевого пузыря при мультифокальном поражении мочевого пузыря, при положительном цитологическом анализе мочи, при наличии рака инситу, при наличии мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря или PT1G3, что важно для решения вопроса об объеме последующей радикальной операции, если таковая планируется, и при неэффективности проводимой внутрипузырной терапии, если вы лечите пациента, а у него все равно рецидивы и рецидивы, несмотря на проводимую БЦЖ терапию и так далее, всегда стоит задуматься об этой локализации. Петлевая биопсия на 5-7 часах условного циферблата рядом с семенным бугорком. Классическая ошибка состоит в петлевой биопсии шейки мочевого пузыря. Мы говорим, что мы взяли биопсию. Не там надо брать биопсию. Биопсию надо брать рядом с семенным бугорком. Именно там наиболее частая локализация поражения уротелия простатического отдела уретра. Вот нужно в этих местах брать биопсию. Не здесь, а вот здесь. Это очень важно. Следующий момент, который, собственно говоря, стоит обсудить и который важен, это, и вопрос звучал, это популярные опухоли верхних мочевых путей. Когда о них стоит думать? Опухоль треугольника ли это? Опухоль в области устья? Опухоль в области устья имеется в виду не в той локализации, как это было на операции, когда опухоль над устьем, а когда опухоль в устье или вот латерально от устья или чуть ниже устья. Вот в этой локализации это важно. Когда опухоль визуализируется из устья при цистоскопии, это самый, так сказать, важный критерий. Мы получаем, ну, поскольку часто читаем лекции, профессор ездит с выступлениями, у нас сейчас налажен контакт с онкологами, и к нам стали присылать больных, и даже из ведущих онкоучреждений, которые встречают таких больных, видят опухоли, флотирующие из верхних мочевых путей, и не сами их оперируют, а присылают к нам, потому что у нас есть оборудование для лечения популярных опухолей верхних мочевых путей. Опухоли простатического отдела уретра, мультифокальные опухоли, при степени дифференцировки G3, при наличии положительного цитологического анализа мочи, при естественной гидронефрозе и при неэффективности противорецидивной терапии. Что как нужно диагностировать? МСКТ, цитология, уротероскопия, биопсия. Фотодинамическая диагностика, к сожалению, для верхних мочевых путей не работает, благодаря тому, что очень выраженное тангенциальное свечение и, так сказать, есть работы, единичные они носят характер, но так, чтобы это приобрело какой-то характер, постоянный, такого нет. Узкоспектровая видеоретероскопия, и, как Алексей Георгиевич сказал, у компании Carl Storz тоже есть технология, которая, так сказать, позволяет диагностировать опухоли верхних мочевых путей, называется SPICE, в России ее пока нет, но мы ее ждем. При узкоспектровой видеоретероскопии так называемый эффект лягушачьей икры. Это симптом, который используется для того, чтобы дифференцировать опухоли верхних мочевых путей от гиперплазии уротеля в ответ чаще всего на стенд или на мочеточниковый катетер или на стояние камня, когда ядра видны темным цветом и становятся похожи на лягушачью икру. Контроль за состоянием верхних мочевых путей после трансуратуральной резекции мочевого пузыря. Участие больных отмечается в развитии опухоли верхних мочевых путей, поэтому первые два года экскреторной урографии раз в год, а далее экскреторной урографии один раз в два года. Осложнения. Опять же, остановлюсь только на тех, которые имеют значение для данной операции. Это, опять же, та докторская диссертация, которая была защищена еще в эпоху работы в Институте урологии. Вне брюшинная травма мочевого пузыря, внутри брюшинная травма мочевого пузыря, интероперационное кровотечение и травма устья мочеточника. Разрыв мочевого пузыря, да, но, как уже отметил Алексей Георгиевич, если тщательно отмываться, то ничего страшного не будет. Каковы факторы риска развития интероперационного кровотечения? Мультифокальный рост, размеры, инвазивный характер роста. Еще стоит отметить, пожалуй, что артериальное давление у пациента высокое. Как бороться? Коагуляция сосудов рядом с опухолью до резекции. Это то, что я хотел задать Алексею Георгиевичу во время операции. Когда крупные сосуды подслизистые видны, их можно скоагулировать заранее, кровотечение будет чуть-чуть меньше. Его все равно не остановить, но оно будет меньше. Удаление большой опухоли лучше начинать с периферической части. Коагуляция сосудов по мере их визуализации и проведения операции под руководством опытного хирурга. В данном случае представлен слайд, где Алексей Георгиевич обучает нашего ординатора выполнению цистоскопии и биопсии в данной ситуации. Факторы риска развития перфорации мочевого пузыря локализация – это верхушка и боковая стенка, размеры более 6 см, инвазивный характер роста, форсированные движения инструментов и плохая видимость. Эндоскопически это диагностируется вот так, при цистографии это выглядит вот так. Ну, соответственно, дальше следует следующий этап – это что делать при внебрюшиной перфорации мочевого пузыря. Нужен тщательный коагуляционный гемостаз. Важно коагулировать не только края, но и глубокие слои стенки мочевого пузыря в области дефекта. Быстрейшее, но не немедленное завершение операции. Установка уретрального катетера на срок 8-10 дней. Не вводить химиопрепарат. Произвести на первые сутки ультразвуковое исследование мочевого пузыря, узи малого таза на предмет жидкостных образований, усилить антибактериальную терапию и выполнить раннюю повторную цистоскопию, биопсию мочевого пузыря на предмет неудаленных образований, если таковые подозрения есть. Что делать при внутребрюшной перфорации мочевого пузыря? Коагуляционный гемостаз краев раны и видимой части стенки мочевого пузыря. Закончить операцию. Установить уретральный катетер на 8-10 дней. Не вводить химиопрепарат. Выполнить ультразвуковое исследование брюшной полости. При наличии свободной жидкости диагностической лапароскопии с дренированием брюшной полости. При отсутствии жидкости и признаков повреждения кишечника. Иногда возможно динамическое наблюдение за пациентом. Это всегда выбор доктора. Каковы ранние и послеоперационные осложнения трансуртральной резекции мочевого пузыря? Кровотечение. Причем в отличие от кровотечения после операции на предстательной железе натяжением здесь не справишься. Здесь необходимо принятие каких-то мероприятий. Инфекционно-воспалительное осложнение и те или иные нарушения мочи и спускания. Каковы факторы риска развития послеоперационного кровотечения? Это антикоагулянты, антиагреганты, кризовое течение артериальной гипертонии, большая раневая поверхность, локализация опухоли в области шейки, инвазивный характер, использование вапоризации или использование биполярной электрохирургии. Это вопрос пока дискуссионный. Профилактика инфекционно-воспалительных осложнений состоит в том, что операционное белье не должно быть мокрым, тем, что вводимые растворы должны иметь комнатную температуру, а не быть холодными, тем, что в операционной должна поддерживаться оптимальная температура. Температура инвегационной жидкости должна быть температурой тела пациента или чуть выше. И температура жидкости в резервуаре, это надо обращать внимание, что она может быть на 1-2 градуса выше, чем в мочевом пузыре, если есть соответствующее оборудование. Это тоже важно. Также использование эндокамеры, стерильный посев мочи до операции, введение антибиотика до операции и не превышать время резекции, что важно. Использование химиопрепаратов, внутрипузырная инстилляция в течение 24 часов, то есть опять же, это выбирается клинически исключительно, показано реально всем больным, время экспозиции 1 час, противопоказание кровотечения, перфорация мочевого пузыря и сочетанной турпростаты. Позволяет снизить риск рецидива и прогрессии примерно на треть. Продолжение следует...